Добрый вечер, дорогие товарищи! У нас очередное занятие университета рабочих-респондентов. Все, успокаиваемся, рассаживаемся. Слово представляется кандидатом экономических наук Гавшину Борису Николаевичу. Спасибо. Тему озвучить. Дорогие товарищи, мы сегодня будем говорить об автопроме, о возрождении, развитии и спасении отечественного автопрома. И я хотел бы сегодня этот разговор провести в рамках стратегии и концепции социально-экономического развития страны до 2020 года. Ну и провести, что сделано в рамках этой стратегии и концепции руководством страны. И в помощь по автопрому, что сделано вот непосредственно нашим коллективом. Ну и в первую очередь, когда к автопрому прикоснулись. К автопрому прикоснулись тогда и начали потом заниматься вплотную этим вопросом, когда на расширенном заседании Госсовета Владимир Владимирович, когда он уходил с президента страны, озвучил стратегию развития страны до 2020 года. В рамках этой стратегии мы, во-первых, под руководством главного редактора, профессора Попова, в газете «Народная правда» выступление затронули. И важное из выступления Путина о стратегии развития России выборку сделали. Оценка Казенова Александра Сергеевича, профессора, которого сегодня нет. И в рамках этой стратегии моя статья «Возрождение и развитие отечественного автопрома», где в газете помещены из ведущего вуза ректора МГТУ МАМИ, профильного вуза, заслуженного деятеля Российской Федерации, заслуженного деятеля Российской Федерации за кафедрой экономической теории, ЗИЛа Шишкарев Василий Иванович. И газета была посвящена полностью автопрома. И, казалось бы, вот в рамках стратегии все должно пойти очень достаточно хорошо. Ну и действительно, в рамках этой стратегии была еще разработана концепция социально-экономического развития страны до 2020 года. И в ноябре 2008 года, уже как председатель правительства, Владимир Владимирович, подписал эту концепцию и дал старт. И уже в развитии концепции, занимаясь автопромом, занимаясь автопромом, полностью вот полоса, в том числе, вот это моя статья была, и КАМАЗ, вы видите, отечественный, была как раз в рамках концепции показана, какие пути, кто мешает. А мешает достаточно много. И вот особенно в этой статье мы говорили, что вот надо в первую очередь не только со спортивным достижением КАМАЗ поздравить, а надо в первую очередь поздравить создателей вот этого автомобиля, который тогда еще в девятый раз в Аргентине завоевал первое место. Сейчас уже, вы знаете, в десятый раз, юбилейный. Правда, ничего особо не изменилось. Также поздравляют со спортивным достижением. но вот оценки дать научно-техническим работникам и рабочим, что такие автомобили показали всем миру, что могут создавать и дальше, чтобы получило дальнейшее развитие, вот этого, к сожалению, пока не получилось. Но, тем не менее, борьба шла и говорили, что вот если посмотреть, то динамику развития. например, Китая, который занялся многими отраслями, в том числе и автопробом. Вот конец 80-х, начало 90-х годов Китай немногим более миллиона выпускал машин в год. А сейчас выпускает столько же, сколько Соединенные Штаты, примерно столько же, сколько Япония, около 10 миллионов в год. Наша страна по динамике развития, прошла с 90-го года было полтора миллиона, то есть больше, чем в Китае. И вот закончился 2010-й год, примерно те же полтора миллиона. То есть никакой динамики в развитии по увеличению транспорта нет. Что произошло? Произошло то, что взамен отечественных машин появилось много зарубежных. И надо рассматривать, что это не добрый дядя пришел из-за океана или из Европы и построил заводы. А надо рассматривать то, что это идет конкурентная борьба, и в рамках достаточно жесткой конкурентной борьбы вытесняют наши отечественные заводы, и взамен их ставятся заводы, поскольку не увеличится численность выпуска машин, и взамен этого все больше и больше мы получаем зарубежных автомобилей и зарубежных брендов. И ведь они пришли понятно только в национальных интересах своих стран и в первую очередь с учетом извлечения прибыли своей, а не благодетелей для России. И концепция, которая была подписана, она предполагает в первую очередь развитие отечественной промышленности. Но грянул кризис, и вместо того, чтобы сконцентрироваться больше на выполнении концепции, то наоборот концепцию забыли на длительный период, и сейчас только возвратились. за это время достаточно много закупили зарубежной техники, это не только автомобильной техники, но и железнодорожной, и авиационной техники, вместо того, чтобы сконцентрироваться на важных вопросах, развивающих нашу страну, а не зарубежную экономику. И вот сказать, что же делали. кроме вот этих написали и за подписью главного редактора профессора Попова, за моей подписью, еще и правду труда послали первым лицам первоочередные меры по возрождению отечественного автопроза. То есть шла достаточно активная борьба, и мы понимаем, поскольку буржуазное государство, есть национальная буржуазия, есть комбардорская буржуазия. И вот в этой статье мы очень широко разъяснили и читателям, и гражданам, и послали газеты первым лицам, чтобы как-то поддержку дать в плане отечественной промышленности, потому что когда со всех сторон давят, достаточно сложно руководителю принять решение. Вот в условиях кризиса, допустим, была подготовлена хорошая программа по утилизации машин, что позволило, например, волжскому автозаводу не только сохраниться на плаву, а увеличить выпуск, получить прибыль, рентабельность достаточно повысилась там этого предприятия. это правильный рычаг государственного регулирования экономики в области автопрома. Но что еще сделано? Вот мы предлагали, что должны быть цены единые на Дальнем Востоке, в Калининграде или в Центральной России. это взяли на вооружение и действительно это пошло. И сейчас вы знаете ВАЗовская модель везде можно по одной и той же цене приобрести и другие машины. То есть это вот правильное государственное регулирование. Но наряду с этим я вот затронул например по компании Дальмир Бенц 22 страны отправляло где подпитывало разными откатами Дальмир Бенц и в том числе и Россия. И 5 миллионов евро получили чиновники которые закупали Мерседесы. На этот предмет мы тоже отрегулировали поскольку идет же борьба и у нас достаточно ясная программа для нас как вообще должно быть. в газете правда труда я почему принес что кому интересно можете по окончанию лекции взять и все газеты на этот предмет почитать. За подписью профессора Попова Михаила Васильевич и Замоиль было отправлено было отправлено письмо это то что последнее по автопрому это на председателя правительства на Бастрыкина на вице премьера Сечина в плане содействия что например Дерибаска собственник Горьковского автозавода он не только не только завод который насчитывал порядка 130 тысяч работающих сейчас 29 тысяч работают и в десятки раз снизилась продукция выпуск причем легковые вы знаете вообще не выпускаются легковые выпускались в Волге управляющая компания которая возглавляет Андерсон Боинга приняли в совете директоров куда и входит ГАЗ где бывший министр автопрома и нынешний потом уже министр автопрома и Хосмаша Пугин Николай Андреевич куда входит совет директоров куда входит кстати и Шансов Валерий Павлиныч губернатор но на совете директоров было принято решение Волгу приостановить только Волгу сайбер развивать мы на эту тему говорили что там были проблемы поскольку частота не совпадает напряжение другое но тем не менее с этими тогда задачами справились полностью конвейер от компании Краснер был поставлен на Горьковский автозавод но несмотря на это думали что вот как раз по Волге сайбер развернут и в три смены люди поработают но этого тоже не произошло поскольку компания Краснер заявила что комплектующих в таком объеме поставлять не будут в условиях кризиса зачем на рынок выбрасывать дополнительное количество автомобилей удачно своих которые производятся у себя поэтому выпуск набрали на одну смену выпустили на сегодняшний день пять с половиной тысяч но уже месяц назад завод во-первых в новогодние праздники после нового года месяц стоял но и уже в 2011 году в текущем году принято решение что Крайслер не выпускать Волгу который Волга Сайдер потому что комплектующих она достаточно уже выпускалась эта модель в Америке но ну и поскольку экономически наша страна зависит от зарубежных комплектующих а задачу и первоначально такую не ставили чтобы работало литейное производство делали крыши как крылья капоты делали двигатели делали все комплектующие такой задачи и не ставилось поэтому как только там приняли решение больше комплектующих не поставлять а только запчасти выпускать на которые машины уже выпущены комплектующих нет и все производство остановилось таким образом Волгу до этого остановили сейчас и Волга Сайдер не пускается вот такой-то Горьковский автозавод вы знаете а до этого когда-то Чайку всю остановили и самое главное вот не ставится задача ведь должно техническое задание которое финансируется на разработку на выпуск и возвращаясь сейчас концепции очень хорошо что молодцы в правительстве что приняли решение надо возвратиться к концепции надо возвратиться к стратегии 2020 очень хорошо но кому поручили а поручили двум двум вузам высшая школа экономики где Ясин возглавляет как ведущий экономист который и министром ничего хорошего не сделал для страны и вторая это Академия народного хозяйства ведь в Академии народного хозяйства тоже такого опыта нет они рыночники причем сторонники того что рынок есть рынок рынок сам себя отрегулирует и не нужно рынку мешать рынок для этого и существует а то что есть транснациональные монополии есть в мире и ЦРУ и в других странах другие институты которые действуют естественно в национальных интересах своих стран в том числе и подкупы в том числе и другими вопросами занимаются поэтому конечно ждать вот от этих двух направлений которым поручили корректировку сделать в плане концепции достаточно хорошей ну плюс и время то идет казалось бы если приоритет ставится в концепции по приоритету отечественной промышленности ну кому надо наверное по направлениям это вузы мы не поставить по отраслям автопром авиапром судпром дорожный транспорт ну и так далее и в рамках концепции вузы и не страны поработали естественно это надо любая концепция любая программа требует финансирования обозначить сроки пускай даже корректировки по отраслям профинансировать и выполнив задание дальше уже в реализацию на производство пошло причем могли бы даже на стадии корректировки и разработки принять и сами наши заводы ведь у нас получается на сегодняшний день порядка 60% это заводы или зарубежные или частные а 40% это еще отечественные заводы то есть такие как КАМАЗ ЗИЛ ВАЗ и мы знаем что при социализме это при социализме это планирование при капитализме программирование при том и другом строе можно достаточно хорошо развиваться понятно что при социализме развитие гораздо большими темпами поскольку это более прогрессивный строй даже как капитализм более прогрессивный строй чем феодализм феодализм более прогрессивный строй чем рабовладение но от того как принимаются решения на высшем уровне мы знаем вот наш город возник благодаря при феодализме но при первом лице как Петр Первый который вошел в историю как созидатель как при котором темпы развития страны были гораздо выше чем до Петровских времен потом они притормозились потом мы знаем уже при социализме как при Сталине развивалась наша промышленность какой был подъем индустриализации страны в целом были серьезные государственные программы по всем направлениям сейчас программа ну программа можно из концепции выработать и по отраслям вот это двинуть но это не происходит и пока вот есть министры есть профильные вузы НИИ но им вот я преподаю в МГТУ МАМИ там допустим никаких вообще что есть концепция они даже это и ну слышали что да где-то есть концепция то есть эта концепция далека и оторвана от вот профильных вузов и если взять мы только что отметили вот с вами праздник День Защитника Отечества и пригласили меня на прием по случаю Дня Защитника Отечества на ледокол Красин и вот я там выступаю говорю что вообще идет же борьба между национальной и комбрадорской буржуазией и наша задача усилить позиции национальных национальной буржуазии государства которое действует и разрабатывает программы в национальных интересах страны придавить вот комбрадоров и после меня выступил вы помните у Собчака был вице-мэр который достаточно многое не разделял то что делал мэр Щербаков Вячеслав Николаевич адмирал и вот он говорит Борис Николаевич во многом прав но в чем не прав что идет борьба нет борьбы и не созрела еще национальная буржуазия так например если взять флот военно-морской флот а я говорит как адмирал знаю эти вопросы к 14 году национальная буржуазия все сделала для того чтобы наш российский флот был сильным и почти половина денег которые пошли на военно-морской флот это именно деньги вот той национальной буржуазии которая была в России до 17 года а сейчас лучшую и самую большую яхту моторную в мире Абрамович имеет замки лучше имеют футбольные клубы имеют но на военно-морской флот кроме Алроса ну это государственная компания и есть подводная лодка в исполнении Алроса то есть Алмаза России которая полностью взяла атомную подводную лодку на содержание и там полностью и техническое обслуживание и ежедневное обслуживание и текущие ремонты и весь экипаж задержится за счет Алросы но таких примеров это государственная компания но таких примеров чтобы были примеры вот Абрамовича Дерибаски еще таких примеров нет и он прав он прав то есть конечно идет борьба но поскольку в чем прав что борьба практически не ощущается то должен направлять вот то что мы написали к примеру письмо на Бастрыкина и послали председателю правительства я думаю это хорошая помощь председателю правительства он может и говорить с господином Дерибаской слушай письмо пришло причем я думаю это не только наши письма пришли но и другие письма пришли или ты вкладывай в завод который ты приобрел тем более он в обшорной зоне и туда основные деньги уходят по месту регистрации или действительно будет уголовное дело то есть ему же легче вот когда вот такое и надеемся на прорыв и я думаю может в том числе но мы что можем то делаем идет же борьба то есть не бездействуем и в области автопрома вот это вот это и вот это и вот это это все труд это труд большой причем надо сказать что вот у нас даже Шишкарев Василий Иванович который наладчик Зила самой высокой квалификации все станки с числовым программным управлением на Зиле налаживал так сейчас нечего налаживать они урезаны получают 8 тысяч рублей зарплату это в Москве на Зиле ведущий это специалист работают три дня в неделю потому что больше нет работы а и нет госзаказов в рамках концепции казалось бы надо больше закупить отечественной продукции закупается зарубежная сказать что вот Зил государственное предприятие можно ли закупить для пожарных для других служб для Минобороны и так далее и так далее то есть это достаточно большое поле деятельности хотя бы для государственных нет это не делается значит на заводе можно так предполагать что наверное поставлен крест как с АЗЛК поскольку стоимость основных фондов меньше чем стоимость земли АЗЛК специально обанкротили и там сейчас японцы строят торгово-развлекательный комплекс и жилые дома потому что Волгоградский проспект Зил тоже на берегу Москвы тоже и точно такая же болезнь и все это сводится под программы программы в чем программы есть вот план на приватизацию есть план о выводе промышленных предприятий из городов он есть и под это да очень хорошо надо вывести эти промышленные предприятия из городов но вот вывод осуществляется ввода практически мы знаем нет при Сталине мы до сих пор знаем что был вывод на Урал-Сибирь промышленных предприятий и оставлялись здесь по параллели предприятия поэтому здесь предприятия остались действующими и там осваивали новые предприятия сейчас не там не там то есть эти программы не идут если около сорока процентов государственных предприятий можно ли на государственных предприятиях сделать план план развития тогда бы ясно было план развития и по каждому предприятию мы сегодня рассматриваем автопром это болезнь общая но по автопрому казалось бы по автопрому вот план развития и пошли государственные предприятия план развития ЗИЛа план развития ВАЗа и так далее под это четкие государственное задание, под это четкое финансирование, сроки ответственных лиц, и был бы спрос, был бы энтузиазм, и страна бы пошла на подъем. Но это вот не проходит. Сказать, что вот высшая школа экономики, вот я даже нигде не встретил, вот корректируют эту концепцию. Сколько вообще корректируют, до 2020 года или раньше? Сколько она по времени должна корректироваться? Какие сроки? Что там надо? То есть пока на эту концепцию не навалились. Поэтому в этой ситуации и наша задача, конечно, помогать больше вот нашему отечеству, нашей промышленности, и что зависит от нас, вот это делается. И то, что вот в этой газете опубликовано тут же на Бострыкина обращение, и тот же, что заведено уголовное дело, поскольку, помните, а почему не завели уголовное дело? Давно со взятками разобрались, ведь Минюзер Соединенных Штатов поднял вопрос, довел до суда, и уже на суде был заключен договор, что, а там достаточно в больших объемах брали, но Соединенные Штаты в госбюджет свой получили 285 миллионов долларов, поскольку по соглашению в договор подписали, что Минюз больше этот вопрос не поднимает, а Дальнер Бенц выплачивает вот эту сумму Соединенные Штаты. Давно это, больше года назад, почему здесь по России не было? Вот потому что отвечала Генеральная прокуратура, поскольку не поступало заявление, не тот, кто давал, не тот, кто получал, а заявления нет, а без заявления не работают прокуратуру, ну так и все правоохранительные органы. Поэтому вот написали, ответили, что да, заведено уголовное дело, и в рамках уголовного дела рассматривается этот вопрос. Это вот тоже помощь по борьбе с коррупцией, которая есть, потому что, конечно, если даже президент России заявляет, что на госзакупки выделено 6 триллионов, но 1 триллион ушло на откаты, ну это шестая часть, так куда дальше вообще шагать? Конечно, это подчеркивает уровень вообще коррупции, уровень откатов, и это вообще разъедает всю экономику, и никакая промышленность не будет развиваться при таких цифрах. Поэтому достаточно жесткое государственное регулирование должно быть, и мы все должны в этом направлении работать, что и продолжаем делать. Спасибо за внимание, какие вопросы? Морик, пожалуйста. Я хочу сказать, что существует определенное противостояние между Акрадорской и Национальной буржуазией, готовые вкладывать средства в экономику, конкретно, как сонально, как можно назвать, в тонале вот это. Прогрессивные Национальные буржуазии? Ну, те люди, которые на слуху, известные промышленники, которые готовы вкладывать, есть такие реалии? Я вам скажу, что вот среди олигархов, где самые деньги большие? Это у олигархов. Да, понятно. Вот по олигархам, ну вот, можно, наверное, сказать, вот Лисин. Порт, с которым мы достаточно работаем, но мы можем говорить там, где достаточно неплохо эту знать. Вот благодаря тому, что Михаил Васильевич с ними достаточно вообще плотно работает, и вот представитель... С олигархами. А? С олигархами. С олигархами, да. То... Лисин сказал 28 миллиардов долларов. Хотя при всех... Вот, Лисин, вот озвучили, 28 миллиардов, вторая строчка. Первая. А, ну, Абрамович, это... Шелый, сейчас 45-й. Ходорковский теперь сидит, и он на вторая строчка, да. Вот 20... Пятая уже. Ну, была у Ходорковского. Пятая уже. Не, не, не. Ну, давно уже. Да, ну, давно уже. Ну, 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 вот... Оторвался от олигархов. Оторвался от олигархов. Ну, 28 миллиардов, вот, собственник. Но он вкладывает же, все-таки порт не разваливается, Хотя зарегистрировано там Чупа-лимитед на Кипре половина, половина G-сталиндустрия в Дании зарегистрирована, но тем не менее он вкладывает, ну вот есть развитие. Ну вот, наверное, вот это вот, да нет, ну есть более мелкие, более мелкие, которые все-таки вкладывают, вкладывают куда? Вкладывают, у нас достаточно хорошо развивается и развивалось пивоваренное направление, у нас развивалось мясо молочной промышленности, вот это комбинаты какие-то там. Телекоммуникации и связь. Телекоммуникации и связь, прекрасно, да. То есть, вот, вкладывается, вкладывается, кто-то вкладывает в горно-лыжные центры. То есть, есть такие примеры, они положительные есть. Мы говорим, они о городе. Ну да, Прохоров, миллиардарь, золой промышленности. Прохоров разработал, да. Разработал промышленности. Да, в том числе автомобильчик разработал. Вот, вот есть положительные примеры, но вот если энергичные, ибо со стороны государства влияли, вот, как на Прохорова, я думаю, эффект был бы значительно выше. То есть, есть, есть. Пожалуйста, вопрос. Павелич, вот, как все-таки спасти-то отечественные автопромы? Лучше ж надо было не спать. Да и конспективно можно. Да и все посвящено, как разводить, по-моему. Тогда вот я могу не только всем, но в первую очередь Ивану Михайловичу, что надо сделать. Вот в этой газете первоочередные миры, они еще все актуальны. И вот здесь 8 пунктов, что надо в первую очередь сделать. Чисто эти, пожалуйста. Может, вы зачитаете в школах? По поводу первых шагов я хотел спросить, какие бы вы сделали, если вдруг РКРП пришло к новости, и вы стали министром? Ну, вопрос, что бы вы сделали, если в РКРП пришло к власти? Да, вы просто читаете. Я имею в виду, что сегодня, на мой взгляд, в Россию вводятся новые технологии. То есть вводятся новые основные производственные фонды, создаются в отраслях промышленности, которые могут дать полчок развитию другого промышленности. Ну, я еще хотел спросить, ваше отношение, например, правильно ли наступает правительство, закупает, например, два французских вероятного автобуса мистрали, с учетом того, что два последующие будут строиться уже непосредственно в России по технологиям, которые будут перед. Спасибо за вопрос. Ну, я скажу, что мы сегодня, во-первых, концентрируемся на автопроме, но, коль уж вопрос о мистрали был, то 400 миллионов евро стоит один мистраль. И вот я вспоминаю вот сейчас то, что было перед Днем Защитника Отечества, Ледокол Красин. Там достаточно собралось не только много адмиралов, военных, генералов, но смотрю, что я герой социалистического труда, которые много лет руководили и верфями, и балтийским заводом, вот они говорят, что раньше, когда вот сейчас приезжают, спускается что-то на воду, на такого уровня на суда не приезжали, потому что это достаточно серийные, вы нашли на потоке один за другим, поэтому это незначимо было. А вот когда там серьезная подводная лодка или очередная, или трейсер какой-то сходит со стапелем, это ощутимо. И в истории создания флота военно-морского, ведь были вертолеты, но все у нас более мощные, они же порезаны. И, конечно, у НАТО закупать, у блока НАТО, но мы туда не входим, что ж мы... Помочь же надо? НАТО поддерживаем же. Если мы в противостоянии, ракеты никто не отменял, натовские, они направлены на нашу страну. И поддерживать тот блок, мне это непонятно, и я противник этого. Конечно, нужно эти деньги вкладывать сюда, тем более весь потенциал есть. И когда создатели были, я смотрел, действительно, они все в один голос говорят, дайте нам, направьте деньги, и мы создадим лучше. Поскольку опыт у нас гораздо больше. А Мистраль? А Мистраль, говорят, это вообще... Мы затронули это, кстати, вопрос. И они говорят, так это же на базе вообще пассажирского судна Мистраль сделали вертолетоносцем. Это вообще не разработка военных. То есть она уже изначально отстает от того, что было уже создано. Но их надо возрождать, развивать и превосходить блок НАТО, а не модернизировать до тех пор, они от этого Мистраля дальше шагают. А как они будут получать развитие? А развитие, в первую очередь, будут получать развитие за счет, в том числе и наших денег мы закупили. В частности, здесь 400 миллионов евро пойдет первый, а их два. 800 миллионов евро. Из 800 миллионов евро какие-то проценты пойдут на развитие, на разработку дальше. А мы получим вот тот, который уже создан, который уже не один год эксплуатируется. Поэтому это неправильное направление. А что сделать? Да, в первую очередь, то, что и говорит президент. Если шестую часть взяли, один триллион на откаты пошло. В первую очередь, надо этих всех посадить, кто берет такие откаты. Мы же не знаем здесь тоже, может быть, теневая экономика вообще существует. И в области военных закупок. Существует. Ну, наверное, мы можем подозревать, подозревать-то мы можем, что и в этой области существует. Значит, посадить. Дальше выгнать всех, кто не хочет бороться за мощную страну, за создание мощной промышленности. Заменить на тот, кто готов бороться, верить в эти вопросы. Дальше поставить, разработать программу, программу развития. Если нет программы развития, значит, будет затухание. Это же не только автопрома касается. Прихожу на железнодорогу, спрашиваю в управление, поскольку у меня супруга работает, в управлении дороги. А вы пригородные, вы первое лицо. А есть у вас программа развития пригородного сообщения? Уй, да какое-то сейчас только затухание. Ну, так если таких программ не будет, и везде будет затухание, и везде будут откаты. Но, несмотря на это, куда деньги уходят? Вы посмотрите у нас в Москве на Казанском вокзале, поскольку я там лекции читаю, перехожу на Казанский вокзал, мне до Электрозаводской одна остановка проехать. На электричке. Не езжу в метро, три остановки с пересадкой. Стоит Сименс, Сименс электричка, электричка, который закупит уже для Сочи, которые сейчас Аэроэкспрессы, Тверской забот не загружен. Закупаем сейчас вот эти Сименс электрички. То есть, деньги-то уходят на это, но не уходят на развитие отечественное. Так и здесь поставить программу на государственную собственность, а поскольку она около 40% государственной собственности в автопроме, план государственный. Заводы не могут существовать, только работая на гражданскую продукцию. Мы же понимаем, что и Горьковский автозавод, и ЗИЛ, и другие заводы работают в том числе и на ВПК, который влияет на обороноспособность страны. Но если в этом направлении не даем развития, значит и эти не будут машины выпускаться, которые идут на Минобороны. Не будут на Минобороны, значит опять закупаем. Если принято сейчас решение три года не закупать танки для Минобороны, ну так что же, а другие страны поддержат? А хорошо, если Индии и Китай поддержат и закупают? А потом купить Меркаву. А потом скажут, давайте для Минобороны уже надо обновить. Уже надо обновить. А если надо обновить, значит надо закупить. А три года же завод не будет стоять законсервированный. Для этого программы нет, что законсервировать, содержать. Это же государственное предприятие, танки-то, чтобы всем зарплату три года платить. Такой же программы нет, значит завод будет остановлен, завод разрушен, расчленен. Ну как вот все многие заводы бывают. А потом, а, отечественной продукции нету, готовой. Танки не выпускают, давайте купим как мистраль в Европе. То есть достаточно таких много вопросов, просто мы можем достаточно много вырабатывать. Но при государственном планировании, при государственном программировании для не госсектора, тогда можно эти вопросы двигать. Спасибо. Мы же занимаемся без федеральной поддержки. Вот то, что занимаемся, вот этим, кто оплачивает, а никто не оплачивает, на энтузиазме. А при государственном финансировании тут и штатах, тут такое можно развернуть, что пошло бы все дела. Неплохо бы. Я не знаю, что я не знаю, что можно. Вопросы. У меня вопрос, касаемо автопрома. Как вы считаете, что в каком направлении вообще время будущего? Стоит ли государство поддерживать транспорт, транспорт? Ну, да, то есть понятно, что сегодня колокольное количество транспорта, да? Это транспортная проблема. Я не знаю, что... Представляете ли вы, что строительство нужно было свой вектор перенаправить и развивать общественный транспорт? Или второе автобусное строение? То же метро. То же метро. Ну, в общем, общественные виды транспорта, которые могли бы решить транспортную проблему. Поскольку вот китайские дороги стали задыхаться, то они сразу же ввели вводу 30 тысяч автомашин в год на обвозимые из-за рубежа машины и 200% в пошлину ввели в Китае. В прорезу? Да. Дороги сразу же перестали быть так в каждый год насыщаться, как вообще насыщались до этого. За это время поставило государство в качестве государственной задачи свой автопром развить, поскольку пошлины большие, вводы тоже введены. И многие зарубежные фирмы построили там. Но ведь как задача ставилась-то? Ставилась задача, что более 50% чтобы государственный пакет, то есть управление было у государства. И поэтому вот многие компании, ведущие, возмущаются. А почему? А почему вот здесь все иностранцы, потому что в первую очередь сделали для своих, а маршрутные перевозки? А маршрутные что сделали для перевозки? Маршрутные перевозки в Китае, что если государственные все организации покупать и эксплуатировать машины тока, произведенные в Китае. Чтобы разгрузить дороги, маршрутный транспорт. Какой маршрутный транспорт по Китаю? По Китаю может тот маршрутный транспорт осуществлять маршрутные и таксомоторные перевозки, которые произведены в Китае. Таким образом они развивают маршрутный городской транспорт, маршрутный городской транспорт развивают и приоритет дают отечественную. Посмотрите у нас, вот маршрутки сейчас видите, вот здесь на Суворовске. Какие подойдут? Подойдут турецкие, подойдут и века итальянские, Фиаты итальянские, Мерседесы, вон Сестрецкая направление, хоть с Флагины. Вот что подойдет-то. Китайские большие автобусы подойдут, а отечественных приоритета нет. То есть, ну нельзя запретить, коммерческая организация, да и не нужно запрещать. Пускай коммерческие организации приобретают. Тот же Лисин приобретает, поскольку уж он теперь собственник. Ну уж государственные перевозки пассажиров, автотранс и так далее, которые принадлежат городу. Ну как и технику. Какую технику, посмотрите, хапов много. Московский завод встает, потому что не закупаются вот эти хапы, которые шли. Закупили разные вольво, вот как за границей. Что, какой конкурс устраивает? Вот куча. Кто быстрее кучу уберет? Разве в кучу дело-то? Да не кучу уберет. Это же куча-то, куча-то лежат. Где у нас на проезжей части? Если хапы шел в кельватор, ему шел грузовик. Этот хап грузил в грузовик. И все нормально. А сейчас, чтобы этот хап, вместо хапа, этот трактор берет, ему надо три полосы. Ну, как минимум две полосы. Чтобы он поперек, движение все остановилось, погрузил. Опять на следующий пропустили машину. Вот вам загрузка на дорогах. Ставит Бугров Сергей Иванович этот вопрос. Но, к сожалению, приоритет у того же правительства, которое закупает импортную технику, не дают государственных заданий на разработку нашей уборочной техники, в том числе и автобусов. То есть вот эти все больные вопросы и опыт есть у того же Китая. Это продольная уборка. Должна быть продольная уборка. Владимир Витальевич, вам слово будет расставлено. Но машины стоят. Последний вопрос, Владимир Витальевич. Давайте выступление. Вы слушайте, как вы машину уберете. Город забит. Скажите вам, вступление вам предоставляется слово. Скажите, Владимир Владимирович, что сразу? Все, я чувствую, что вы просто заканчиваете. Я вам задал вопрос. Город забит машиной. Нужна продольная уборка. Кто же эти хапы, а сзади это, это все продольная уборка. И бульдогер. Это продольная уборка. Как машины убрать? Пока их не уберешь, ничего, ничем не убрать. Частный вопрос. Четная улица, нечетная улица. Не убрать. Какая-то убрать. Я вам скажу, подождите. Я занимался этим делом достаточно много, поскольку, как замначальник управления ГАИ, это входило в том числе и эта компетенция. Был четкий у нас четная и нечетная сторона. Это же вы помните было. По нечетной стороне. Тогда было 300 тысяч, а сейчас полтора миллиона. Все, вот так вот. Вы ничем не убираете. По нечетной стороне все убирались. Но, что протащили? Что протащили? Вот протащили, в первую очередь, закон, что раньше, если эвакуатор вот таким образом заберет, и была нарушена стоянка и остановка, за это владелец платил. Сейчас не платят, вы знаете. Сейчас за это не платят. То есть, убрали. Ну, он приехал на штрафстоянку и забрал. Они не стремятся, Владимир Мирич. Экономические рычаги не включены. Бросают где хотят. А что за это будет? А ничего не будет владельцев. А если никакой меры ответственности нет, будут бросать на тротуарах везде. И если даже с тротуара заберут, меры ответственности за парковку и за эвакуацию никакой не предусмотрено. Он не посвящен. Ни посвящена уборки везде. Спасибо. Спасибо. Пошли сейчас. Так, переходим к выступлениям. Желающие есть? Есть. Пожалуйста. Слава Савельевна, Владимир Миколаевич, очень интересный. Хороший людей. Я думаю, было бы очень хорошо. Спасибо. Дальше, потому что там очень много раскрытого всего. Валерий Николаевич, я обнаружил. Во-первых, вот я беру прям пункты. Первый, возбудить уголовные дела. Что же нужно делать? Прямо написано. Сегодня надо спасать отечественный автопром. Во-первых, от иностранного капитала раз. От продавцовского капитала два. И в-третьих, от кромпировых чиновников. Первый, возбудить уголовные дела против кромпировых чиновников. То, что мы там что-то написали, это не частность. А надо же возбудить уголовные дела против всех кромпировых чиновников. Что делается на этом фронте? Что мы тут делаем на этом фронте? я думаю, вы знаете, что делается, что делается в эту сторону или не в эту сторону, как обстановка на этом промисле, все это не рассказано, к сожалению. Раз. Второе. Освободить государственный аппарат от тех государственных чиновников, которые не борются за возрождение и развитие отечественного акт. Они ничего не услышат. Освобождают? Не освобождают. Надо освобождать. Как освобождать? Что для этого делать? Что мы должны предпринимать? Каковы перспективы? Это отдельная большая тема. Третье. Привлечь в государственный аппарат тех, кто способен бороться за создание лучших. Человек считает, что нельзя вообще спастеть. Все можно говорить. То есть надо в принципе решить вопрос. Что они выделывают в своем отношении? Я в лекции не услышал. Такие, Борис Николаевич, он от нас скрывается. Разработать, утвердить, обеспечить финансирование государственной программы возрождения и развития отечественного актопрома до 2020 года. Слова концепции, это отдельная тема концепции. А программа развития. Есть, скажем, программа нашего судпрома. Есть она? Есть. А автопрома нет. Программа. И на эту тему говорить не подойдет. Правительство обеспечивает финансирование этой государственной программы. Чтобы уйти от объективной необходимой обязанности по осуществлению государственного экономического регулирования. Как настроено правительство? Чтобы было настроение не на то, чтобы уйти от государственного регулирования, а на то, чтобы понимали государственные люди какими средствами. И о средствах осуждают. Вот. Очень много разговаривают о том, что делают люди, чтобы развалить отечественное штабо. Они делают, чтобы развалить подробности, детали, как надо спасти. Мы опять рассказываем, как нас добивают, как они с нами сражаются. Пристое. Обеспечить всесторонний контроль за организацией выполнения программы. Это должны делать и президенты России. Проанализируют. Федеральное собрание. Делает? Не делает. Надо проанализировать. Чертная палата делает или она уклоняется до того дела? Должно проанализировать. Следственный комитет. Вот единственное. Одно. Чем не по тому вопросу, по которому на статье писали. Паскова угробил этот самый, угробил газ. Это не вера уже о том, что и должное предпринимательство. Как предпринимательство, когда все это делают, делают, ничего не выпускается. Ничего нам хорошего, по этому поводу не ответили. Да он выделил уголовное дело по старому делу. По старому делу, которое, говорится, пишешь про новое, он будет выжать просто. Вопросы, может, что-нибудь дальше берем. Да вы и коллективы еще. И людям делать, нам не скажут. У нас двое, Попов Кавшин пишет, пишет. И рассказывайте людям, значит, как у нас дела. Мы работаем, будьте спокойны, хорошо. Чтобы работало безотказно производство, вышла замена старой обороны на новое, предовое, для этого государству нужно обеспечить рации и направление к топлению. Я думаю, что в Рыванке можно было бы здесь не особо обратить внимание, что обязательно не спасешь автопром. На старее, на старее, при низких сроках, при гигантских сроках оптизации, малой норме обновления, даже нечего и думать. Чтобы там его никак не пили. Для спасения отечественного автопрома от нас скрывают, потому что направление половины прибыльного накопления. Что такое накопление, вообще забыли. Вообще, вот если вы, кстати, марш и пропитал, там написано, что надо, там часть прибыли. Все надо рассовать по карману и ввести в офшоры. Из офшорных зон нужно вымести наше предприятие, а то есть их регистрацию в России. Как хорошо сказано, Борис Николаевич, так надо, чтобы мы эту программу узнали, заучили наизусть, везде ее написали в плакатах, ходили, так сказать, на демонстрацию, везде требовали, вот все. А это, так сказать, у нас опять не звучит. Мы опять рассказываем, как они нас бьют. Если мы так будем все время расстаться, как у нас бьют, как разрушают или как разваливают, так все у нас будут разрушаться и разваливаться. Я думаю, что нам надо пластинку сменить. Кажется. Ой, стиль он хороший, интересный, так сказать, для... Таких ослаб. Да, но это, в общем, больше плач. И вот собственникам надо предприятие изымать. Вот мало здесь, что надо изымать. А вот даже у нас в письме написано было. Отнять у него, его в тюрьму посадить. Предприятие отнять. Даже если вы ставите вопрос, что, так сказать, вот у вас надо все отнять, у вас в тюрьму посадить, вы уже не так будете улыбаться, так сейчас улыбаются. Посадить, пока не подставишь. Вот если поставить вопрос, не поставить, возможно. Но если не поставишь, точно не поставить. Всегда, сначала, идет постановка вопроса, а потом реализация. Всегда в революции. Вот те, кто не посадят, чтобы надо революцию делать, чтобы посадили и так далее. Сначала ставишь программу позитивно. И вот если партнер хочет что-нибудь убить, сначала подвезда на программу, что сделать, а потом пластик приказательный. А значит наоборот. Давайте я к власти придем, и когда мы сделаем все, не верим. Если люди не знают, что делать, то когда они придут к власти, они потом сядут и будут стоять на колбасу. Вот это куда? Запускать в работу подпись к мотарным государственным людям. Пусть они государственные заказы. А государственных заказов тоже не было сегодня разбора, и рассмотрение этого оборудования. Весь мир работает на заказ. Мы тоже заказываем предприятиями иностранных государств. А вот про нашу систему заказов у нас то есть, что заказывают. Но это относится к автопрому или нет? А у нас норовят, так сказать, вот вы говорите, вы говорите, поддержали этот самый вас этими самыми программами в утилизации. Поддержали, но поддержали не только продать его, потому что уже имеется соглашение, что вы продаете. А кто будет? Ну, поднимите. Вот если эти меры принять, наши его заедения будут востребованы. Ну, действительно. И говорится о том, что это, что, давайте, срочно быть приняты вошедшим висительные меры. Мне кажется, что сейчас мы должны от описания вообще того, что происходит в России, от описания с критикой того, что делается, переходить к тому, какие меры нужны, чтобы те люди, которые эти меры не осуществляют, рассматривались как государственные преступники, которые разваливают, так сказать, страну. И если мы так не будем ставить вопрос, то мы эту проблему спасения хоть автопрома, хоть других предприятий не решим. И главный упор мы должны сделать на то, что надо делать, что делать. И это главная идея, которая должна звучать в наших, мне кажется, в ускорениях, в лекциях и так далее. Потому что у нас не задача, чтобы было просто интереснее. Восьми студенты, которые послали, отмобилизованы для борьбы. И вот эти самые меры. Что вот вы предлагаете нашим товарищам сделать, а вы их, наоборот, успокаиваете, Борис Николаевич. Все хорошо, мы тут пишем. Товарищи. Вот я бы хотел такое пожелание сделать. Я думаю, что это абсолютно по плечу. Вращаешься к началу, он очень свободен. Но, и также на то, что делать, и какие мере, и построение всей лекции, и построение всего вот этого. Там у нас будет совсем, вот тогда мы гораздо глубже, гораздо глубже. Тогда только видно, что нас, да какая мера падения тех, кто этого не делает, и какие трудности надо преодолеть для того, чтобы эти меры. А в целом, очень, да, хорошая лекция. Мне очень понравилось. Борис Николаевич, проще заключить на слово, пожалуйста. Ну, я хочу поблагодарить, в первую очередь, уважаемого профессора. Он в очередной раз доказал, что просто профессора так не дают. Это ведущий профессор, ведущий. И молодчина. Дай Бог ему здоровья. И надо сказать, что Михаил Васильевич вот сегодня концентрируется на развитии страны в сегодняшний день, когда ему сегодня отмечается день рождения. Не так много у нас людей, которые в свое день рождения вот так. Давайте поаплодируем Михаила Васильевича и поздравим. Михаил Васильевич, от всего коллектива здоровья, счастья и так и держать. Так, спасибо. Спасибо всем. Будем все совершенствоваться. Спасибо. Спасибо. Спасибо.